Привет всем коммунистам Нижнего Амура, Хабаровского края, вообще всем коммунистам России. Такая неформальная обстановочка, ну по-другому не получается. Сейчас ракурс поудобнее выбрала. Вот у нас сегодня собрание будет проводиться, подготовка к Ленинскому заплыву. Ленинский заплыв это мероприятие, это уникальное мероприятие, которое единожды в общем-то в России было проведено 4 года назад. В следующем году у нас уже будет пятилетка Ленинского заплыва. Сегодня 22 апреля у нас будет 4 Ленинский заплыв в Николаевском районе, в Хабаровском крае, в городе Николаевск-на-Амуре, в бассейне спортивной школы Орлан. Бассейн называется Атлант. Ну бассейн не спортивной школы, скажем так, а всего города, городского поселения. Мы все дружно его оплачиваем, наш бассейн с карманов района и города. Это нормальное явление, спорт должен датироваться. И замечательный тренер, товарищ Счиславский, тренирует своих ребят прямо упорно. И все эти ребята участвуют практически все в Ленинском заплыве. Ну и немножечко еще от других тренеров там участвуют. Хочется отметить тренера Писаревского, который целенаправленно, тоже точечно тренирует своих девчонок. Молодец тоже. Так вот, хотелось бы в преддверии собрания парочку слов сказать и это видео выложить. Пускай оно идет, пускай оно слушается, кому это интересно будет. Пускай это будет интересно единицам. Пускай это будет интересно одному, двум, трем человекам. Но главное, чтобы оно было услышано и, самое главное, понято. Не только головой, а сердцем, да? Высоко сказал. Так вот, на протяжении уже более двух лет плотно, плотно я работаю здесь, в КПРФ. Я работаю над имиджем организации, я работаю над лицом организации здесь, потому что мало сделать. Нужно еще показать, что это можно делать, что это получится сделать. Несмотря на то, что минимальное финансирование, его практически нулевое финансирование, можно делать, все равно можно. Но это требует огромного времени. Это наш самый ценный ресурс, да? Тратя время, да, получается, мы работаем, мы обеспечиваем себя, да, чтобы вот это вот тело, вот этот носитель души могло питаться, могло кушать. И дальше существовать как-то там, коптить небо там, сливать там ЖБО в амур, безочистных сооружений и прочее. Так вот, с тех самых пор, более двух лет уже, я даже не скажу, в 21 году, по-моему, произошла эта ситуация, когда некий там подлец, я бы сказал, это не меньше, подлец это самое маленькое, что можно сказать из цензурных выражений. Некий Женя Полищук, как там фамилия, или подлещук у него, не помню. Вот он тут начал пиариться, залез за всем, значит, зайдя под шкуру, четко прям вообще, и начал там кричать, там, фургал, там, молодец, вперед. Короче говоря, влез через мой канал, он также вылез, вернее, сюда. Мы его показывали, крутили. Ну, таких, конечно, ляпусов, как он допускал, это прям невозможно было. Сначала там кричал, я там, я там, впереди всех, потом, дайте денег на штраф. Ну, это вообще, это мало быть подлецом, надо быть еще, наверное, мерзавцем к этому, но это пусть он сам для себя выражение выберет. Дело вообще не в нем, мне вообще по барабану, кто это такой. Я отношусь к этому как к явлению, и объективному явлению. Что произошло? Произошло то, что, собственно, вот этот товарищ, воспользовавшись обстановкой, не товарищ гражданин, воспользовавшись обстановкой, когда некий там Кукушкин и Ленин решили отжать региональное отделение, чтобы успешнее набивать свои карманы, да, спекулируя вот этой вот красной идеей у населения, хотя являются, в общем-то, такими же барыгами, такими же барыгами, как и всякие, и ранее перечисленный товарищ, как и те же, собственно говоря, все практически коммерсанты тоже, которые стремятся там показать, мы такие все, там, серп и молот, и не в них то же дело. Когда мы включились в борьбу, да, и не дали здесь на месте тому же вот Жене Подлещуку дискредитировать нашу организацию, значит, нашего лидера по Хабаровскому краю, полить там грязью, да, закидать там своими какими-то объектами, обедками мы этого не дали сделать, и вот тогда, тогда, да, я понял, что информационная работа прежде всего. И я четко, прям активно фокусируясь на этом, работал более двух лет. Я разработал четкий проект, который, в общем-то, без срывов, телевизионный проект, телевидение Николаевск на Амуре, разработал самую главную концепцию под него, то есть, как оно будет ложиться на мир восприятия, что это такое, поработал над его децентрализацией, проработал моменты, детали, ну, естественно, этот проект, он представляет собой описательно расчетную часть, расчетную часть, может выразиться в нескольких словах, да, телевидение – это мы, телевидение – это мы, это мир, наш мир нашими глазами. Этот проект мог пойти очень далеко, и он может пойти, в общем-то, он идет, но маленечко не так, как, допустим, хочется, потому что, если было финансирование, ты делаешь так, как хочется, а если финансирование ноль, полный, и это не зеленый кругляшок, это просто бляха-муха ноль, тогда, конечно, ты уже подстраиваешься под какие-то обстоятельства, заключаешь какие-то там договоры, да, какие-то сторонние, опять же, они под собой никаких товарно-денежных отношений не имеют, в общем-то, хотя некоторые вещи приходится покупать, платить со своего кармана, да. Вот, и хотелось бы, чтобы, хотелось бы мне, вот, чтобы эта работа не пропадала, чтобы она шла, потому что, как бы, поднимая образ КПРФ, работая, да, вот, с этим продвижением, вот, нашего контента, да, то есть мало сделать, да, никто не увидит этого, но если это показать, не хвастаться, а показать, еще раз акцентирую на этом, я говорил в начале видео, показать, сказать, что это можно сделать, это реально сделать, и это делается, вот тогда это найдет конкретный такой вот уже круг понимания, я уверен, пускай он будет небольшим, я еще раз говорю, пускай это будет 2-3 человека, но это уже что-то. В нашем Николаевском отделении переживается вообще такой период спада, период прямо спада конкретного, практически, говорю, практически полное отсутствие финансирования, ноль внимания на предлагаемые проекты, ноль внимания, вообще никакого от вышестоящего руководства, я имею ввиду, краевое, возможно, ничего не доносится в центр, в ЦК КПРФ, и это не камень в огород нашему руководству, нет, у него, допустим, у того же, сейчас вот, товарища Перевезенцева, да, у него много забот, он абдустмен по Хабаровскому краю, так, выбросим это слово, полный представитель по правам, полномочный представитель по правам детей в Хабаровском крае, понятно, то есть заместитель президента здесь по вопросам детей в Хабаровском крае, это бешеный объем работы, огромный объем работы, поэтому, ну, поэтому, вот, на то, чтобы прочитать и увидеть все проекты, конечно же, у него тоже, я думаю, не хватает времени, и, тем не менее, я полон надежды на то, что, в общем-то, все равно эти проекты, они будут увидены наконец-то, и получится здесь, ну, пускай не самое достойное, пускай, ну, необходимое, пускай самое финансирование на то, чтобы замечательные проекты запустить. Проект уже, как бы, сама идея растет, и ее, значит, демонстрационные версии работают, ветки работают. Можно на каждом из проектов, в общем, ой, на каждом из углов, да, он такой многогранный, на каждой из грани проекта можно, в общем-то, защитить отдельные гранты, это отдельные темы, но я это объединяю в большой медийный проект, который охватывает, ну, пускай для начала Николаевский район. Этот проект имеет такие, ряд таких преимуществ, как самые главные, да, я просто озвучу, это саморазвитие, выход на самофинансирование и самовоспроизводство проекта, то есть он может сам себя клонировать. И не это ли замечательные вообще вещи, да, которые будут нести идеи социальной справедливости? Социальной справедливости. Это социального равенства, да, понятно, еще Гегель доказал, быть никакого не может. Ну, не может быть, допустим, профессор, да, равен, скажем, кочегару, ну, по уровню знаний, как бы, ну, нет, конечно же, да, но по социальному равенству, потому что профессор тоже хочет кушать, и кочегар хочет кушать, так пускай будет равенство, пускай, если они хотят кушать, ну, пускай они и кушают, собственно говоря, да. Каждый должен иметь квартиру. Каждый должен иметь. Его семья профессора должна иметь квартиру? Должна. Семья кочегара должна иметь квартиру? Должна. У нас у всех одинаковые потребности. И как мы не стараемся огородиться стеной вот этой вот забора какого-то, да, духовного там, душевного там, денежного там. Мы дышим одним и тем же воздухом. Вот это надо не забывать. Одним воздухом мы вдыхаем его и выдыхаем. Кстати, некоторые еще пукают, да, вы знаете? И, кстати, наверное, практически все. Потому что это физиологические особенности организма. Но об этом как-то говорить не принято. И скажу еще больше. Не принято говорить о том, что людям не нужны, в общем-то, проекты. Им нужны реальные действия. А проекты они показывают, подсказывают и централизуют, да, определенный круг людей. Для чего? Для того, чтобы мы более эффективно могли работать на благо себя, своих детей. И, соответственно, на благо наших населенных пунктов, нашей Родины в конечном итоге. Правильно? Вот именно для этого все есть. Именно для этого я и пришел в КПРФ. Именно поэтому я активно включился в работу по изгнанию разных бесов оттуда. Но, тем не менее, бесовщина все равно витает над нашей страной. И я считаю, что самое чистое, что вот можно собрать его, можно все-таки увидеть. Именно вот этих людей, самых, вот, тех, которые могут. Те, которые позывами души, да, стремятся. Не просто эксплуатировать символику, а могут. Могут делать жизнь лучше, жизнь людей. Не тех людей, которые избраны там, сидят там, живут там в радиусе одной остановки от места своей работы, как обычно это администрации. А тех людей, которые живут, которые дают, собственно, жить этим людям. На чьих налогах эти администрации живут. Эти люди, они в большинстве своем, они, я уверен, что все-таки они под красной идеей. То есть, в КПРФ, под левой идеей. Левая идея это для людей. Я уже говорил, да, об этом. Правая идея в чем заключается? Чтобы люди, как бы им тяжело не было, все шло в государство. Любой ценой, чтобы закон, чтобы закон выполнялся. И чтобы закон выполнялся, пускай там люди живут, пускай хотя бы там живут, да, но тоже хорошо. Лишь бы закон выполнялся во имя закона. А левая идея это во имя людей. Пускай закон прогнется где-то немного, но человек останется жив, да, человек будет сыт, человек будет обеспечен жильем, теплом самое главное, одеждой зимней, летней, да. Чтобы дети его там могли получать образование достойное. Они и избранные могли там куда-то поступать, учиться. Это все достижимо. Это достижимо. Среди коммунистов, объединенных общей идеей. Сделать жизнь людей лучше. Чтобы люди были уверены в завтрашнем дне. Чтобы люди видели результаты своего труда. И информационные ресурсы, над которыми я работаю, они все настроены на то, вся алгоритмистика настроена на то, чтобы мы, люди, увидели друг друга. Чтобы мы объединили свои усилия и сделали нашу жизнь лучше. И чтобы каждый мог сказать, чтобы каждый мог сказать, что я делаю все для того, чтобы жизнь стала лучше. И каждый, положа руку на сердце, как молитву будет произносить. Свети, Русь, милая. Ленин, партия, жизнь людей.